Роберт Киосаки. Фейк. Фейковые деньги, фейковые учителя, фейковые активы. Как ложь делает бедных и средний класс еще беднее. Богатый папа часто говорил, в чистой воде рыбу не поймаешь. Отсылка к древней китайской пословице. Прозрачность. Существительное. Значение. Первое. Свойство или состояние вещества, позволяющее пропускать свет. Второе. Переносное значение. Открытость. Третье. Степень доступности финансовой информации о компании и ее финансовой отчетности. Посвящается всем, кто ищет истину. Выражение благодарности. Троечник благодарит отличника. Я дважды проваливал экзамены в школе, потому что не умел писать. В десятом классе мне поставили двойку по английскому. И дело не в том, что я не умел излагать мысли. С этим-то как раз все было в порядке. Просто мне не давались орфография и пунктуация. И я постоянно допускал грамматические ошибки. И все же я уверен, что главной причиной двойки по английскому являлось то, что учитель не был согласен с тем, что я пишу. Описал я то, что думал о нем. Мне хотелось знать, почему он заставляет нас читать книги, которые нам не интересны. Кстати, я не был уверен и в том, что он годится для той работы, ради которой его наняли, поскольку на экзамене он завалил свыше 75% учеников из нашего класса. После провала на экзамене в десятом классе меня чуть не выгнали из школы. Для меня это было сродни катастрофе. Никому не нравится, когда его называют тупым. И я возненавидел школу. Мне хотелось получать знания, но не те, что вбивали нам в голову. Слава Богу, что отец, мой бедный папа, отговорил меня бросать учебу. Но вред уже был причинен. Сын богатого папы тоже получил двойку по английскому и поставил ее все тот же учитель. Мне удалось окончить школу благодаря тому, что я сидел рядом с самой умной девочкой из нашего класса. Она была отличницей. В школьной системе помощь одного ученика другому называется списыванием. В бизнесе то же самое, называется кооперацией. Если бы не моя кооперация с отличницей, я бы ни за что не окончил школу. Сегодня я известен как автор бестселлеров, написавший книгу номер один всех времен, которая посвящена личным финансам. Этот статус я заработал благодаря кооперации. Пожалуй, это слишком длинное предисловие, чтобы сказать спасибо книгоиздателю Мони Гамбетти. Мона – моя отличница. Она мой редактор, издатель, наставник, поклонник и друг. Мы сотрудничаем на протяжении многих лет и вместе издали много книг. Эта работа никогда не появилась бы на свет, если бы отличница Мона не входила в мою команду. Данная книга должна была выйти еще год назад. Я ее написал, а потом переписал, потому что мир меняется очень быстро, а мне нужно было простыми словами изложить достаточно сложную тему. Фейковые деньги. Без жалоб, без обвинений, без критики. Мона все это время продолжала меня подбадривать. Поэтому я посвящаю эту книгу ей и говорю спасибо. Если бы не Мона Гамбетта, если бы не ее энтузиазм, терпение и готовность прийти на помощь в трудные времена, я никогда не стал бы писателем. Настоящим писателем. Предисловие. Будущее – это фейк. Я закончил эту книгу в апреле 2018 года. По планам издательства, она должна была выйти в свет осенью 2018 года. 28 мая 2018 года я проходил мимо газетного киоска, скользя взглядом по рядам журналов, которые, казалось, кричали «Посмотри на меня! Возьми меня! Купи меня! Прочитай меня!» Вообще-то мое внимание больше привлекают обложки с красивыми женщинами и быстрыми машинами. Но на этот раз обложка журнала «Тайм» буквально ухватила меня за воротник и закричала «Ты должен это прочитать!» Заголовок гласил «Как мое поколение разрушило Америку!» Эта статья в журнале заставила меня отложить публикацию своей книги. Последний фрагмент пазла Вы когда-нибудь собирали гигантский пазл, состоящий из тысячи элементов? Приходилось ли вам тратить часы, дни, а иногда и недели в поисках того самого фрагмента, который необходим для полноты картины? Статья в «Тайм» стала последним фрагментом моего пазла, отражающего прошлое, настоящее и будущее. Я должен был включить ее в свою книгу. А это означало, что книгу придется переписать. Элита 28 мая 2018 года «Тайм» опубликовал статью Стивена Брилла об академической элите. Брилл сам принадлежал к академической элите. Он учился в Дирфилдской академии, элитарной частной школе в Массачусетсе, а затем окончил Ельский университет и Ельскую школу права. Цитирую статью Стивена Брилла. «Зачастую, личные успехи, нацеленных на достижения представителей моего поколения, бэби-бумеров, окончивших элитарные университеты и вышедших в профессиональный мир, имели серьезные социальные последствия. Перевод Элита преследовала свои алчные интересы за счет других. Она, элита, создала экономику, построенную не на производстве новых ценностей, а на их перемещении». Перевод Элита решала вопросы личного обогащения, вместо реформирования американской экономики, создания новых компаний, продуктов и рабочих мест. Она, элита, создала экзотические и рискованные финансовые инструменты, такие как деривативы и кредитные дефолтные свопы, которые давали огромные и быстрые прибыли, но при этом проводила грань между теми, кто рискует, и теми, на кого ложатся последствия. Перевод Элита создала фейковые активы, которые обогащали ее и ее друзей, обирая всех остальных. Если элита допускала ошибки, потери компенсировались ей за счет бонусов, а бедные семьи расплачивались за эти ошибки повышением налогов и инфляции. Первый фрагмент пазла Статья Брилла стала последним фрагментом моего пазла, а первым стала книга «Усмешка гигантов», опубликованная в 1983 году. Она была написана Бакминстром Фуллером, который известен как футурист и проектировщик геодезического купола. Смотрите фото на странице 1 в приложении к аудиокниге. Павильон США на Экспо-67 В 1967 году я на перекладных добрался из Нью-Йорка в Монреаль, чтобы посетить проводившуюся в Канаде выставку Экспо-67, тема которой «Человек и его мир». О ней говорили как о всемирной выставке будущего, как и обо всех предыдущих. Павильон США на выставке размещался в геодезическом куполе Фуллера. Хотя в Монреале я так и не встретился с Фуллером, мне посчастливилось несколько раз пообщаться с ним в 1981, 1982 и 1983 годах. На фотографии, смотрите приложение к аудиокниге, мы с Фуллером на мероприятии «Будущее бизнеса», которое проходило в 1981 году в Кёрквуде, штат Калифорния, вблизи озера Тахо, и длилось целую неделю. Каждая встреча с Фуллером была событием, менявшим мою жизнь. Певец Джон Денвер назвал Фуллера «дедушкой будущего» в своей песне «What one man can do», которую посвятил этому великому деятелю. Фуллер умер 1 июля 1983 года, примерно через три недели после нашей последней встречи. Тогда я сразу же купил его книгу «Усмешка гигантов» и прочитал ее. В ней Фуллер говорил многое из того, чему мой богатый папа учил меня и своего сына. Эта книга о том, как сверхбогатые люди грабят мир. Она стала первым фрагментом моего нового пазла из «Тысячи элементов». В промежутке между 1983 и 2018 годами я учился, читал, посещал семинары, слушал лекции тех, кто, по моему мнению, располагал недостающими частями пазла. Во второй части своей книги «Фейковые учителя» я упоминаю о некоторых настоящих учителях, с которыми встречался, у которых учился и чьи книги читал. Они дали мне некоторые части пазла. 28 мая 2018 года, спустя 35 лет после «Усмешки гигантов», мне попалась на глаза статья «Брилов тайм», и она стала для меня последним, тысячным фрагментом огромного пазла. Брил подтвердил многое из того, что тревожило Фуллера и что тот предсказывал в своей книге. Фуллер был футуристом. Сегодня сбываются многие его предсказания и тревоги, поэтому статья Брилла пришлась как раз ко времени. Хотя из-за этой статьи мне пришлось отложить выпуск своей книги, я благодарен ее автору за то, что он раскрыл некоторые тайны мира, о существовании которого догадываются лишь немногие. Мира самых лучших, ярких и умных представителей академической элиты Америки. Если вам интересно, я перечислю некоторых самых знаменитых элитных деятелей. Президент Билл Клинтон, госсекретарь Хиллари Клинтон, президент Барак Обама, президент Джордж Буш-старший, президент Джордж Буш-младший, председатель Федерального резервного банка Бен Бернанке, председатель Федерального резервного банка Джанет Йеллен, сенатор Мит Ромни. На свете есть еще много других представителей элиты, которые правят миром. Это не заговор плохих людей. Я не утверждаю, что в элиту входят плохие люди, хотя они могут там быть или заговорщики. При всех своих сомнениях, я верю, это хорошие люди и они делают то, что считают правильным. Проблема в другом. Они настолько умны, что у них отсутствует кнопка сомнений в себе. Поэтому они продолжают делать то, что считают нужным, даже если от этого страдают миллиарды ни в чем не повинных людей. Кто такие гиганты? Гиганты и академическая элита – это совсем не обязательно одни и те же люди. Основываясь на лекциях и книгах Фуллера, я пришел к выводу, что элита – это марионетки, а гиганты – кукловоды. Как известно, кукловодов можно увидеть не так уж часто. Они предпочитают оставаться за сценой, в темноте. В этой книге я постараюсь пролить свет на кукловодов. Но вернемся к переработанной версии данной книги. Что такое реальность и что такое фейк? Если вы не совсем оторвались от жизни, то только и слышите сегодня о разных фейках. Почти все, во что мы верили раньше, сегодня обернулось фейком. Президент Дональд Трамп ввел в оборот выражение фейковые новости, применительно ко множеству материалов, которыми снабжают нас средства массовой информации. В социальных сетях у многих людей куча фейковых фолловеров. Миллионы людей тратят миллиарды долларов, покупая фейковые Rolex, Louis Vuitton и Versace. А ведь есть еще и фейковые лекарства. 17 января 2019 года Тайм процитировал Роджера Макнейми, который пишет о разнице между информацией и дезинформацией, то есть фейковыми новостями. В Фейсбуке информация и дезинформация выглядят одинаково. Единственная разница заключается в том, что дезинформация приносит больше доходов, поэтому ей уделяется больше внимания. Этот тип дезинформации подпитывает нездоровые настроения, провоцируя людей, вызывая у них возбуждение и недовольство. Глубокий фейк Новая технология, получившая название «глубокий фейк», предоставляет любителям технические средства, позволяющие с помощью реальных изображений и записей голосов знаменитостей создавать фейковые видео. Как и ожидалось, самый популярный вариант использования технологии глубокого фейка состоит в том, чтобы из реальной кинозвезды сделать звезду порнофильмов. Более опасный вариант – это когда лидер сильной державы вдруг объявляет войну другой стране. Проще говоря, мы уже не можем верить своим глазам и ушам. В сегодняшнем мире умение отличать реальность от фейка может означать разницу между богатством и бедностью, войной и миром, даже между жизнью и смертью. О чем эта книга? Данная книга исследует три области фейка. Первое. Фейковые деньги. Они обладают способностью делать богатых еще богаче, а бедняков и средний класс еще беднее. Смотрите график под названием «Разрыв в распределении доходов по сравнению с 1979 годом после уплаты налогов и с учетом инфляции» на странице 2 в приложении к аудиокниге. Второе. Фейковые учителя. Вынесли ли вы из школы какие-то знания о деньгах? Большинство ответит нет. Учителя, как правило, хорошие люди. Но наша система образования никуда не годится. Она устарела и не готовит школьников к реальной жизни. Вместо того, чтобы освещать ученикам дорогу, образовательная система погружает молодых людей в финансовую тьму и загоняет их в самый страшный из всех долгов – кредит за учебу в колледже. Смотрите график под названием «Общая сумма потребительских долгов, обслуживаемых федеральным правительством и ассоциацией студенческих кредитов» на странице 2 в приложении к аудиокниге. Суммарная задолженность студентов превышает триллион долларов и является первым по величине активом правительства США. В криминальном мире это называется вымогательством. Третье. Фейковые активы. Прежде всего, необходимо понимать и осознавать разницу между активами и пассивами. Урок финансовой грамоты. Активы направляют деньги в ваш карман. Пассивы извлекают деньги из вашего кармана. Бедный папа всегда говорил «Наш дом – это наш самый большой актив». Богатый папа говорил «Ваш дом – это не актив, это задолженность». Миллионы людей уверены, что их жилье – это актив. В 2008 году обвалился рынок жилья. За исключением некоторых городов вроде Сан-Франциско, Нью-Йорка и Гонолулу, где цены на жилую недвижимость подросли. Во многих местах в мире они еще не вернулись к прежним показателям. Как показывает график, ваш дом не является активом, основанный на данных Международного валютного фонда. Смотрите график на странице 3 в приложении к аудиокниге. Это не был кризис рынка недвижимости. То, что мы считаем кризисом рынка недвижимости, таковым не является. Его причиной стали фейковые активы, те самые, которые Брилл описывает в своей статье «Она, элита, создала экономику, построенную не на производстве ценностей, а на их перемещении. Она создала экзотические и рискованные финансовые инструменты, такие как деривативы и кредитные дефолтные свопы, которые давали огромные и быстрые прибыли, но при этом проводила грань между теми, кто рисковал, и теми, на кого ложатся последствия». Оружие массового финансового уничтожения Уоррен Баффет называет деривативы финансовым оружием массового уничтожения. Он знает, о чем говорит. Одна из его компаний как раз занимается консультированием по вопросам деривативов и страхует сделки с ними. В 2008 году деривативы, оценивавшиеся почти в 700 триллионов долларов, испарились, едва не похоронив всю мировую экономику. Многие обвиняли в этом тех, кто выдавал так называемые субстандартные ипотечные кредиты. На самом же деле, как подтверждает Брилл, элита производила фейковые активы, называемые деривативами. В этом была истинная проблема. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посмотрите на показатели промышленного индекса Dow Jones за 125 лет. Смотрите график на странице 3 в приложении к аудиокниге. Баки Фуллер учил нас, что прежде всего необходимо увидеть общую картину, а уж потом всматриваться в детали. К сожалению, большинство инвесторов начинают с мелочей, а потом переходят к совсем уж крошечным деталям. Например, многие инвесторы просыпаются и смотрят, растет или падает одна их любимая акция, а потом идут на работу. Возможно, они являются экспертами в вопросах деятельности, скажем, компании Amazon, но не могут разглядеть общую картину. Одна акция из тысячи других на глобальном рынке не даст достаточной информации о будущем. Как заглянуть в будущее? Доктор Фуллер говорил своим ученикам, если вы хотите заглянуть в будущее, начинайте с самой общей картины. Приведенные данные за 125 лет – это шаг назад, позволяющий увидеть общую картину, перспективу, которая складывалась годами. Значительная часть данной книги будет построена на тех же принципах, что и этот график, и у вас появится возможность заглянуть в будущее, пользуясь этой перспективой. Невидимые деньги Еще один урок, который вы почерпнете из данной книги, заключается в том, что деньги невидимы. Графики и схемы дают возможность увидеть невидимые деньги, перемещающиеся между рынками. В книге «Богатый папа, бедный папа» я писал о важности денежного потока. Именно это побудило меня и мою жену Ким создать в 1996 году настольную игру «Кэшфлоу». Богатый папа не раз говорил, богатые люди поворачивают денежный поток в свою сторону, а бедняки и средний класс – от себя. Доктор Фуллер учил, нельзя увернуться от приближающейся угрозы, которой ты не видишь. Поэтому так важно уметь смотреть в будущее. Работая над данной книгой, я старался не наводить тоску на читателей и слушателей. Поэтому излагал все как можно проще и использовал больше визуальных материалов, чем фактов и чисел. Гигантский крах На графике с показателями индекса Dow Jones отмечен гигантский крах 1929 года. И для этого есть причина. Если вы сравните эти события с крахом компании dot.com 2000 года или крахом рынка недвижимости 2008 года, вам станет ясно, почему Фуллер написал свою усмешку гигантов, почему я написал «Богатый папа, бедный папа» и почему Стивен Брилл написал «Как мое поколение разрушило Америку». Еще раз повторю слова Брилла, потому что они чрезвычайно важны. Она, элита, создала экзотические и рискованные финансовые инструменты, такие как деривативы и кредитные дефолтные свопы, которые давали огромные и быстрые прибыли, но при этом проводила грань между теми, кто рискует, и теми, на кого ложатся последствия. Финансовые бумы и провалы, которые не раз переживал мир, были вызваны триллионами фейковых долларов, которыми элита накачивала систему. Делала ли элита попытки исправить ситуацию? Конечно, нет. Зачем что-то исправлять, если что-то делает тебя богатым? Зачем что-то менять? Зачем делать что-то иначе? Жизнь прекрасна для элиты. В 2008 году в деривативы было вложено почти 700 триллионов долларов. В 2018 году эта сумма, по некоторым оценкам, составляла уже 1,2 квадриллиона долларов. Вы не ослышались. Элита лишь усугубила проблему, увеличив уровень почти вдвое. В 2019 году катастрофа на квадриллионы долларов уже готова разразиться. Цель этой книги Я пишу книги и выпускаю игру кэшфлоу, чтобы дать обычным людям вроде вас и меня, не принадлежащим к академической элите, возможность выжить, а может быть даже процветать и обрести богатство после грядущего краха. А это будет крах на квадриллионы долларов. Освоение чисел Нам придется иметь дело с большим количеством нулей. Миллион это сколько? Многие мечтают стать миллионерами. Миллион это тысяча раз по тысяче. Миллиард это сколько? Миллиард это миллион раз по тысяче. Миллион это сколько? Миллион это миллиард раз по тысяче. Миллион это сколько? Миллион это триллион раз по тысяче. Напрашивается вопрос, что будет, если испарятся деривативы на сумму 1,2 квадриллиона долларов. Именно поэтому я и написал данную книгу. Когда академическая элита берет на себя контроль за нашими деньгами, учителями, активами, получается экономика, построенная по принципу карточного домика. Несколько фактов для сравнения. Миллиард секунд назад был 1987 год. Миллиард минут назад по земле ходил Иисус. Миллиард часов назад люди жили в пещерах. Миллиард дней назад людей еще не было. Каждые два часа правительство США тратит 1 миллиард долларов. В 1983 году Бакминстер Фуллер предсказывал это будущее. В 1996 году была создана игра Cash Flow. В 1997 году была опубликована книга «Богатый папа, бедный папа». В 2018 году Стивен Брилл подтвердил, что будущее, предсказанное Фуллером, уже наступает. Вот почему я отложил издание данной книги. Я хотел, чтобы вы увидели пазл целиком.